Все всегда мечтают о флагманских устройствах. Ну да, если честно, всегда думаешь о том, вот было бы круто приобрести там последнюю версию модель, точнее, айфона, последний флагман от Самсунга, или, допустим, какой-нибудь клёвый китайский флагман. Но иногда забывают о том, что, в принципе, субфлагманы или флагманы прошлых лет, они доступны. И именно сегодня мы поговорим об айфоне для вас, подписчики. Итак, это новое видео на канале. Я начинаю. Поехали! Суть идеи такова. В качестве эксперимента хочу провести подобное, подобного рода мероприятие. Я ищу на авито, на разных барраколках, как мне кажется, интересные версии телефонов. Начинать будем с айфона 8+, это, в принципе, достойное устройство. Я его нахожу по весьма адекватной цене. И, соответственно, по этой же цене вы приобретаете после выхода видео его у меня. То есть, если вы не умеете, не хотите или у вас не получается находить устройство по весьма демократичным ценам, то, соответственно, я вам в этом помогу. Заодно расскажу, покажу возможности. Допустим, очень было бы интересно сравнить Galaxy S10i, на которой я сейчас снимаю, и iPhone 8 Plus в части камер. Кто круче? iPhone двухлетней давности или, допустим, Samsung этого года. Ну, а сегодня я подготовил для вас подборочку из предложений по продаже iPhone 8 Plus. И, в частности, средняя цена на него 30-31 тысячи рублей в БУ-состоянии. Новый стоит от 41 тысячи рублей. Все подробные ссылки будут в описании под этим видео, если вы все-таки хотите приобрести себе новое устройство с двухгодичной гарантией, если это РСТ, и с одногодичной, если это Евротест или Америка. Но, сразу, скажем так, вас немножко предупрежу. Не надо хейта, или, наоборот, надо хейта про то, что iPhone за такие деньги – это переплата за бренд и так далее, и так далее. Мне было бы интересно почитать ваше честное мнение. Но специально для вас я нашел модель, почему началось сниматься это видео. Я нашел модель, которая стоит 29 тысяч 400 в его начальном предложении. А сейчас я его буду покупать. Что у меня из этого получится, как говорится, вы прямо сейчас и узнаете. Для тех, у кого полыхает попка, сразу скажу. Во-первых, несколько параметров, по которым я приобретаю телефоны. То есть, какие проверки я на них делаю. Первое. Внешний вид. Устройство должно быть не задроченным, не замороченным. Оно должно выглядеть, как естественный износ БУ. Ну и, соответственно, сколы, трещины на экране, на задних поверхностях, они должны быть исключены. Второе. Проверка всех механических деталей, как кнопка, сканер отпечатка пальцев в нашем случае. Все триггеры, кнопки громкости, они должны переключаться. И все это должно соответствовать заявленным характеристикам. Третье. Проверка устройства на оригинальность. Проверяем по серийному номеру на сайте Apple. Далее. Проверка на вскрытие. Я смотрю шлицы, конкретно на винтах, которые позволяют открыть дисплей. И если они сорваны, это первый признак того, что менялся дисплей. Далее. Я смотрю True Tone и Night Shift, для того, чтобы понимать, менялся дисплей или нет. Опять же, надо смотреть на засвет и попадание влаги. Что касается дисплея, проверять на белых, черных тонах. И после этого уже переходим к механическим частям, которые, точнее, к софтовым частям, работа Wi-Fi, Bluetooth, звука. Что еще у нас? Обязательно должен работать динамик, проверка через диктофон, проверка с помощью звонков. Отсюда вытекает следующая проверка в виде работы SIM-карт. Я подбираю для себя и для вот такого рода проекта. Решил определиться, что это не будет ни в коем случае никакое невосстановленное устройство. Я смотрел только через среди, точнее, RST-моделей. И в этом плане можете как бы не переживать. В чем моя суть? Ну, моя суть в создании контента, потому что из чего-то его надо делать. Но обкладывать себя постоянным количеством каких-то больших, точнее, дорогих устройств я не могу. По одной простой причине. У меня не так мало активной аудитории. И, соответственно, эта аудитория не приносит тех денег для того, чтобы, допустим, покупать устройства и просто их складировать. Если бы было там 50-100 тысяч подписчиков, можно было выделять какие-то определенные бюджеты. В общем-то, совокупно все эти проверки позволяют нам дать возможность именно оценить качество гаджета и того, как он будет в дальнейшем функционировать. Обязательно заряд аккумулятора, износный процент батарейки. Из всех вот этих пунктов вы, наверное, уже посчитали. А я на монтаже поставил 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. И в описании, соответственно, продублирую. Это будет такого рода дополнительная инструкция для вас, если вы делаете это самостоятельно. Ну, обязательно, конечно же, проверка камер. Без этого никак. То есть основная. Основных 2 у нас на 8+, и одна фронталочка. Соответственно, посмотрим на приближение. Опять же, на засветы, на фокусировку и на пыль под линзами. Это частое явление, особенно начиная с iPhone 7+. Я буду снимать, не заморачиваясь сейчас. То есть камера, вот она Galaxy S10, стоковая камера, приложение Filmic Pro для того, чтобы блокировать у нас экспозицию и фокус. Соответственно, также забыл добавить, что обязательно надо с собой на такие приобретения брать кабель Powerbank для того, чтобы посмотреть, вообще заряжает смартфон или нет. Никто под лупой телефон разглядывать не будет, но все равно надо понимать, чтобы он был в рабочем состоянии. Потому что мое предложение конкретно, то есть для того, чтобы мне не терять деньги, он, по сути, мне как бы не нужен по большому счету. Записал для вас короткий видосик прямо в торговом центре, где встречался с парнем. Но там музыка и могут ограничить по авторским правам. Соответственно, вы увидите кадры, которые я уже записал, а сейчас я просто проговорю то, что говорил в видео. В общем, по косметическому виду. У этого телефона есть определенные проблемы, но я не назвал бы их проблемами. Это чисто обычное косметическое использование, то есть без чехла первого времени. Парень был честен и сказал так, как есть. То есть первое время он носил его без чехла, и задняя поверхность имеет царапины, потому что это стекло, оно, естественно, поцарапалось. Далее, передняя поверхность у нас под защитным стеклом. Он прямо так и сказал, что на что денег хватило, то и купил. Комплект у нас полный. iOS 13.2. Все камеры работают по внешнему виду, по ободу. То есть нет никаких признаков того, что телефон летал. Нету ни царапин, ни сколов, ничего. То есть в этом плане телефон без каких-либо проблем. Да вообще телефон без каких-либо проблем. Парень почему его продавал? Он покупает iPhone 11, и ему нужна была недостающая сумма денег. Долго мы вели с ним переговоры, но в итоге пришли к тому, что вот он продает за эту сумму мне телефончик. Далее, в комплекте у нас есть какой-никакой чехол. Далее, в комплекте у нас есть оригинальная зарядка с оригинальным проводом. Также у нас есть сама коробка, все имей совпадают. Также у нас есть документация, чек. Приобретался он летом 2018 года. И сумма там 57, почти 58 тысяч там навелили сверху антивирус к iPhone и ключ к антивирусу. Еще какую-то фигню. В общем, я сейчас посмотрел. Этот рук это стоит на самом деле 46-45 тысяч. То есть в принципе это более чем выгодное предложение. Поэтому тут как бы судите сами. Дальше. Защитное стекло я поднимать скорее всего не буду, потому что по человеку было видно, что он не обманывает то, что он говорит. Но скорее всего под защитным стеклом, я более чем уверен, экран в идеале. Далее. По функционалу. С iCloud вышли, все работает без проблем. iOS 13.2, темная тема работает, засветов нет. Экран в идеальном состоянии внутри. Никаких точек битых пикселей нет. Камеру проверил, все работает. Вообще по всем параметрам, которые я проверяю телефоны, все как бы ок. Вот такие вот получаются дела. В общем-то большое спасибо непосредственно пареньку. Он достойно держался во время продажи и вообще ответил на все вопросы. Из каких-либо проблем я люблю таких покупателей, обязательно поставлю ему 5 звезд на Авито. Ну, вот такие вот дела. Большое спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. В любом случае проявляйте свою активность. Если вы досмотрели до этого момента, пишите комментарии в Дональд Ак. Тем самым я понимаю, что вы досмотрели до этого момента. Своё мнение, а также полезные ссылки будут в описании под этим видео. Но вы пишите комментарии, понравилось или нет, и стоит ли продолжать эту рубрику. Потому что если вы будете активно участвовать, то, соответственно, следующий флагман по низкой цене для подписчиков будете выбирать именно вы. Совсем скоро увидимся. У меня есть что вам рассказать еще. Всего доброго. Пока-пока.